Привет всем исследователям вихревых энергий и просто любопытным. К сожалению моя веб-камера совсем заглючила и теперь придется записывать через мобильник, что для меня очень удобно, да и автофокус достает. Два года назад я презентовал вот этот светодиодный индикатор статики для контроля вихревых энергий. Тогда задача ставилась создать компактный и достаточно простое в изготовлении, чтобы повторить мог каждый. За это время конструкции повторили многие тысячи раз и хоть этот экземпляр у меня остался единственный, но вы все видели что подобные индикаторы я встраиваю во все свои активные излучатели. Вот тут гибрид, позже будет показан еще и посох. Все индикаторы сделаны именно по похожему принципу, но добиваясь простоты повторения я не закладывал и не предусматривался до каких-либо особых технологий. Все просто без заморочек. Две секции от светодиодной ленты вырезаются, запаянные встык, немного фольги по концам, что вполне давало возможность видеть статическое излучение. Вот я тут специально лаком покрыл, чтобы сильно не мешало отражение. И все было просто и со вкусом. Но недостаток конечно в том, что не совсем правильно распределена энергия, так чтобы получить максимальные возможности. Вот поэтому я решил сделать вот такие индикаторы. Вот пять образцов. И мы сейчас их посмотрим в работе. Но все-таки для исследования полезно иметь индикатор более чувствительный, а не простой. Поэтому я тщательно подошел к проектированию и согласно физическим законам, которые я раскрываю в своих роликах, создал более продвинутые, но и более сложные в заготовлении индикаторы. Как результат, чувствительность повысилась от 5 до 10 раз. Все это я сейчас покажу. Везде применил медную фольгу. Но можете не заморачиваться, подойдет и алюминиевая. Значение никакого не имеет, просто удобнее паять. Заготовки пластика взял на 3 миллиметра. Но надо будет все-таки достать около стекло на 10-20, чтобы сделать объемный вариант. Потом поймете почему. Значит сама конструкция. Какая особенность между этой и этой? Значит, наверное, знаете, что вот здесь проходят в этих лентах шины питания, а посередине они уже последовательно соединили по три штуки, чтобы было 12 вольт. Это и хорошо и плохо для нас. Так как вот, например, в этом варианте, как видите, появится вот эта сторона и появится эта сторона. И они друг друга перекрывают. То есть вот этот участок перекрывает вот этот, а этот этот. В результате они друг другу мешают. Здесь емкостная связь, соответственно, потеря по энергетике. То же самое и так. Здесь в принципе это можно было бы сделать подальше, потому что опять же емкостная связь существует. Ну вот есть тут немножко объемный вариант. Вот 3 миллиметра толщиной и вот здесь некоторый объем есть. Этого было достаточно, но оно работает на 2-3-5 миллиметров, 10. Вот когда он мощненный генератор, то я больше вижу, но все равно мало. Здесь же я это вместе соединил. Теперь шина вот эта, которая берем в руки, проходит внутри. Эти две шины соединены вместе, а две внешние шины с этой приемной частью. И опять же, объемность создается. И я тут делаю еще такую ажурную конструкцию, именно по металлу. То есть делаются вот такие секции, не просто сплошное. Вот для примера я вот такую сделал сплошную и покажу, какая все-таки есть разница даже вот эта и эта. В результате здесь минимальная емкостная связь между вот этой стороной и этой стороной. Это уже дает плюс. Вот здесь, так как мы принимаем излучение извне, то вот как раз оно все-то и перекрывает то, что нам надо. И вот немножко вот тут вот мешающая сторона. Конечно, в идеальном случае лучше делать все-таки вот так вот. Три последовательно соединять, три последовательно, ну и переворачивать и вот делать так. Это вот самое идеальное. Но тут вот особенность конструкции вот такая. Теперь смотрим, что у нас дальше. Вот тут я применяю обычную плоскую, которую еще года три назад делал. Она у меня тестовая и везде ее в тестах использую. Берем 4 миллиметра толщиной. Вот этот генератор, тот который я говорил, что я сделал на трех деталях на аккумуляторе. Вот здесь вот я модуляцию подключаю. Пока временно, потому что идет с Али такой же генератор, который я уже сюда встрою. Вот, например, вот мы видим, моргает уже. 14. Так, не видно. Вот три. 3 в секунду, 6, 7 Гц. Видите, что моргается. Пока отключу, оно нам нужно. Вот такой индикатор я сюда встрою, как придется ли. Сейчас очень долго все идет, сами знаете. Так, включаем генератор. Сейчас у нас обычный генератор, только на аккумуляторе. Вот показываю со старым индикатором. Так, свет мы, наверное, немножко уберем. Это он вечно сильно мешает. И вот видим, что ничего фактически нет. Смотрим вот такой. Видите, что-то уже есть. Причем я не касаюсь ничего, не обязательно касаться. Сами видите, что творится. Делаем 4 миллиметра. И видим, что все-таки вот на 4 миллиметра уже как-то надо. Ну, вот этот индикатор сделал. Видите, он по размеру абсолютно такой же, только чуть шире и вот с премудростями. Но видите, как резко повысилась чувствительность. По крайней мере, он светится, а этот вообще не горит. Берем, например, вот этот индикатор. Вот. Но он очень длинный. Для плоских он очень длинный. Так как переходит в середину. И вот тоже его приходится уже вот так на 4 миллиметра. Но все работает. Вот этот идеально вписывается в этот диаметр. И как видите, вот даже на 4 миллиметра. И даже вот я поднимаю еще выше. То есть миллиметров почти десять вот это все срабатывает, что довольно-таки серьезно. А если вот так, то вообще... То есть видите, какая разница огромнейшая. Берем тот, что пошире, но покороче. Тут подсвечивается, но немножко маловато. Этот я сделал тут на двенадцать. Ну что двенадцать, что шесть, практически то же самое. Но там очень мало разницы. Это вот на обычном генераторе. Ну такие индикаторы, вот видите, как светятся. Вот это понятно все. Мы не раз наблюдали. На таких индикаторах. Можем посмотреть. Вот фактически ничего не видно. Ничего нет. Переключаем на генератор помощнее. Вот на мощном генераторе уже видим, тут что-то показывает. Но опять же только когда мы касаемся. То есть довольно слабо, конечно. Через это ничего. Теперь смотрим вот это. Тут видите, что творится. Уже оно полыхающее. Вот на четыре миллиметра уже свободно проходит. Вот тут у меня тринадцать миллиметров высота. И даже, вот видите, на тринадцать миллиметров. Ну это, конечно, мощненные. Но в два раза вам мощнее дает большую. Мы можем вот эти индикаторы вот еще дальше ставить. Вот и будет все. И горит как далеко. И вот я поднимаю. То есть где-то двадцать миллиметров вот вполне. Берем такой. Понятно, что будет тут все очень весело. Тоже вот я сейчас не касаюсь, а вот сейчас касаюсь. Сейчас не касаюсь. Это уже примерно двадцать миллиметров. Не касаюсь. Это обычный. Когда не касаюсь, вот он почти ничего. Вот когда касаюсь, еще более-менее. Немножко стороны светодиодов по-разному. Эта секция, она получилась менее чувствительной, чем эта. Но вот когда не касаюсь, вот очень еле-еле. Это что касается плоской. А, ну вот это могу показать тоже. Плоской у нас не очень-то хочет светиться. Чуть-чуть тут есть, но довольно мало. Но тут, конечно, все довольно серьезно. Можно как фонариком. Так, это у нас была плоская. Теперь попробуем мой гибрид. Напоминаю, что вот здесь излучатель и здесь излучатель. Включаем на обычный генератор. У нас самые лучшие излучения. Сейчас я не касаюсь. Вот здесь вот касаюсь, сейчас не касаюсь. Вот здесь та же картина. Видите, расстояние какое. А теперь смотрим вот обычным. фактически я вот буквально там несколько миллиметров. Она начинает засвечивать. Вот видите, на 4 миллиметра уже еле-еле что-то светит. Это тут вот все достаточно ярко. И еще вот какая высота огромная. То есть явно тут как минимум 5-6 раз лучше. Что еще не показал вот этот. Тут вообще будет. Вот видите, какая высота. Тут у нас вот 33. Высота. Вот, все светится. Но слабо уже, но, по крайней мере, все есть. Это с обычным. Это с увеличенным. Ну, это все понятно. Тут будет меньше, потому что это тор. Потому что этот тор как бы изолирован фольгой. То есть у него излучение больше сюда идет. А фольга уже излучает сюда. Ну, тут можем посмотреть. Я там не покажу вам. Ну, вот одна фольга и вторая фольга. Так, есть тут еще 55 миллиметров. И вот видите, тут 55 вполне справляется. И еще выше. Смотрим, как у нас обычный индикатор. Вот обычный индикатор через 4 миллиметра уже пробивает, когда на усиленном. и даже еще вот почти сантиметр. То есть 15 миллиметров он как-то еще вытаскивает. Но эти уже работают вот. 55, вот 60 фактически. Еще светится. Разница заметная. Сложу. Так, вот смотрим теперь вот такую позицию. Вот видите, тут надо здесь соотношение немножко не то по излучению. Точнее по приемной части. Больше там меньше. Вот здесь вот одинаково. И вот тут это приемная часть, а это та, которая обратная. Видите, тут явно меньше горит, чем если я переворачиваю вот так. Вот тут значительно ярче. Я не знаю, видно, наверное. Должно выйдет. Да, тут довольно ярко. Светит не сильно, но достаточно. А вот тут уже еле-еле засвечивается. То есть вот разница всего-навсего. Конфигурацию. Теперь немножко поразвлекаемся. Покажу на этой основе фокусы. Так, по жезлу, не знаю, по жезлу показывает. Сейчас посмотрим. Значит показываю, что... Вот он такое. Это уже есть возможность смотреть более серьезные вещи. Вот как... Видите, что делается. То есть тут задействовано... Я менее чувствительную вот эту сделал на самый край. Видите, вот складывается как все. Причем я это приближаю. Если ее отдалять дальше, то есть пространственная вот эта емкость, она уже даст еще больше эффект. Видите, вот всего-навсего какой-то гибридик. Ну, правда, на увеличенной мощности. И вот видите, что я делаю. Вот я сейчас... Это вот идет снизу. Засвечивает. А вот сейчас то, что я даю сверху. Вот я не дотрагиваюсь. И вот таким образом вы можете смотреть, замерять, проверять, как работает вот эта пространственная энергия. Как напряженность возникает, с каких точек, от чего, почему. Потому что вот сейчас я вот даю отсюда, с верхней стороны. Это нижняя сторона излучателя, это верхняя сторона излучателя. Но сейчас я вот не веду сюда руку. То есть я нахожусь относительно в пространстве. И видите, не хуже все происходит. То есть это не касается конкретно этого. Оно дает. Вот, конечно, засветку мощную. Видите, какая мощная засветка. По сравнению с тем, что я вот так даю. Но, тем не менее, работает пространство. И все горят. Абсолютно все. Цепочку можно строить какую угодно. И будет это все довольно таки обширно работать. Так, ладно, еще немножко тогда с этим поработаем. Немного покажу, что с жезлом. Как раз в чем разница может быть. Вот я тут специально открыл вот тор. Какой я обычно применяю. Включаем. Мотор где-то вот так засвечивается. Вот сам тор. Вот берем, например, этот индикатор. Вот. Видим, что вот оно теряет энергию из-за того, что я ввожу металл. Но это понятно. Поэтому не надо вводить сюда металл никакой. И оно засвечивается только тогда, когда вот они идут. Выходы на сам жезл. Вот так можно. Видите, вот только когда касается выводов. А вот сам ничего не дает. И вот можем тут увидеть, вот как они идут в спирали. Это чисто так для примера. Но вот это, конечно, уже будет проблема. Потому что все спирали захватывают. Тут то же самое. Годится только вот на вот это. Вот это еще успевает. Тут спирали не перемеживаются друг с другом. Вот оно их перехватывает. Но, конечно, тут уже сильно не насмотришься. Потому что тут оно друг другу перебивает вот этот объем. И получается, что напряженность здесь большая. вот здесь рядом. Но дальше оно сильно не идет. Вот они спирали как идут. Видите, какой шаг. Это немножко вот об этом. Так, все. А теперь переходим на посох. Так, пока выбрал колонну. Посохи пока не трогаем. Будем на колонне все проводить. Вот наши пять индикаторов. Это наш обычный. Сейчас подключен генератор усиленный. И вот на обычном индикаторе. Видите, они все светятся. Даже не касаясь колонны. Вот где-то около восьми сантиметров. На усиленном. Этот индикатор показывает. Берем вот эту. вот он показывает где-то 20 сантиметров. Тут вот я линейку поставил. Она 30 сантиметров плюс по сантиметру по краям. Ну и белое, чтобы было это заметнее. Вот более 20 сантиметров. Это уже как минимум в три-четыре раза. Берем такой. Вот видите, уже горит. 29-30. Вот на 30 сантиметрах уже загорается. Это чуть меньше. 28. Этот экзотический. 26-27. 22-22. Вот какая разница между ними. Это на усиленном. Теперь подключаю обычный. И посмотрим на обычный. Вот когда вплотную только. вот здесь вот так вот уже, когда площадью беру. То где-то на сантиметре примерно начинает загораться. И очень уже чувствительно к виткам, которые внутри. если берем вот этот, то он забирается где-то на четырех кантиметрах. берем самый длинный, он у нас горит уже на десяти. короче пошире. это восемь девять. чуть-чуть меньше. это тоже где-то девять. ну тут мало так. около пяти. теперь опять возвращаю на усиленный. и немножко показываем фокус. то есть он конечно не фокус, а как реально. ну вот оно вот горит. вот это шириной девять сантиметров. вот я вот ставлю где-то девять сантиметров. расстояние. чуть ближе. вот видите он горит. и вот насколько он уже чувствительный становится вот к тому, что вот я подношу руку. хотя расстояние еще огромнейшее. и когда мы, вот сами видите, что творится, делаем вот так. вот что у нас происходит. тут у меня пленка, поэтому контакта фактически нету. это через пленку вот так вот. вот видно. вся цепочка работает. причем если между этими цепочками поставить человека, вот так на вытянутые руки, то это все загорится и будет гореть там на несколько метров. а может и десяток метров. я даже не смотрел. если сделать вот так. будет вот так. то есть тут играться можно теперь этим в очень широком диапазоне. причем, что главное, мы теперь можем хорошо контролировать, как именно у нас энергия идет от этого посоха. видите, фактически шар надутал. вот между ними конечно будет вот так. вот так. вот так. вот так. вот так. максимальная. то есть если сделать вот так. то полметра обеспечено. и даже вот этот индикатор если поставить на такую площадь, то видите, что происходит и с ним. то есть если здесь сделать объемные приемные, типа объемные розочки с острыми краями, то вот у вас все получится. будет интересный индикатор. такой вы уже видели. я вам показывал. а сейчас покажу наоборот. ну и понятно, что если коснется кто-нибудь того конца и еще возьмем таких вот парочку. все это будет светиться и дальше. еще немножко экзотики. мы видим. и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немного о конструктиве... Вот вы уже видели... Как оно выглядит на самом деле... Обратная сторона... Вот такая... В отличие от этого... Я не использовал всю поверхность... Потому что это... Почти бессмысленно... И... Когда фольгу наклеивал... Сделал вот так... Немножко неправильно... Но пойдет... Лучше конечно... Отсюда выводить... Как с этой стороны сюда... Так и с этой... Но так как это плоскость... То особого значения не имеет... Вот будет оно потолще... Да... Тогда... Это уже как-то заиграет... И по бокам еще можно сделать... Такие вот... Полосочки сюда наклеить... Если это конечно будет... Там миллиметров 10-20 толщиной... Но тогда... Размер... Вот... Самый оптимальный... Чуть-чуть больше чем этот... Но как вы заметили... Вот такой вариант... При определенных случаях... Тоже достаточно важен... Не обязательно здесь... Вот эту часть... Так же делать... Но вот... Именно вот эта часть... Играет... Здесь еще можно было... Еще больше... Сделать ее пространственную... То есть если вот эта вот... Плоскость... Разделить... И сделать пространство... Больше... То эффективность еще увеличится... Так же как и здесь... Что надо предусматривать при этом... Вот именно вот эта часть... И эта часть... Они должны... По емкости... Но не обычная емкость... Как вот конденсаторы... В пикофарадах измеряются... Емкость пространственная... Здесь должна быть минимальная... То есть... Если взять емкость просто... Конденсатор... Вот две обкладки... То понятно... Чем ближе... Тем больше площадь... Тем больше емкость... Нет... Это не то... Вот... Даже если сделать вот так... То есть... Дробленную площадь... То... Вот... Это будет еще мощнее... Для... Пространства... Как обычная емкость... То есть... В пикофарадах здесь будет очень мало... Фактически... Десятые сотые доли может пикофарада... Но площадь между друг другом... Она будет занимать такую... Что... Будет много гасить... Энергии... Именно вот в этом направлении надо смотреть... Чтоб не было... Именно вот такого вот взаимодействия... Или вот так... Или вот так... А вот эти вот обкладочки... Это особого значения не имеет... Оно может иметь несколько пикофарад... И малой площади... Поблизости... И оно будет влиять значительно меньше... Нежели... Доли пикофарад... Но... Вот так вот... Разнесенное в пространстве... Понятно... Да? Надеюсь... И... Предусматривать желательно... Чтобы вот это делать потолще... Тут я... Говорю... Что я не заморачивался сильно... Поэтому... Такие ажурные не делал... Но... По идее... Надо было бы тут... Как-то вот... Больше сделать... Вот... Более длинные... Такие вот... Типа шипов... И... Тут вопрос возникает... Конечно... Наверное... У некоторых... Я вот в посохах... И... В жезлах... Говорю... Всегда обязательно на излучателях... Закруглять... Вот эти моменты... Вот почему... Потому что это излучатели... Это передающая часть... Опять же... Если вы... Делаете... Ну так скажем... Подобие оружия... То да... Желательно на передатчике... На... Мощности... Именно... Делать... Вот такие излучатели... С заостренным концом... Но... Если вам нужна... Мягкая энергия... Специально для... Лечения... Или... Оздоровления... Она должна быть... Плавная... Обтекаемая... Поэтому... И надо обязательно... На... Передающих... Вот таких... Жезлах... И посохах... Для... Лечения... Или оздоровления... Именно... Все округлять... Чтоб не было... Вот этого... Жесткого... Излучения... И даже... Возможной... Коронки... Казалось бы... Тут... Речь идет... Не о такой... Коронке... Коронный разряд... Или вообще... Там может быть... Молния какая-то... Проскакивать... При... Большой напряженности... Нет... Речь не об этом идет... А то... Что заряд... Истекает... Слишком... Слишком жестко... С концов... И... Получается... Что... Энергия... Истекает... Рвано... Этого не должно быть... Должно быть... Все плавненькое... Поэтому... Все надо обязательно... Закруглять... Это я говорю... Как... Если вы... Пытаетесь... Какое-то оружие сделать... Или что-то такое... Которое... С направленным действием... Тогда... Но... Я не советую... Этим заниматься... А уже... Когда приемная часть... Когда вы принимаете... Энергию... Вот... Тогда... Вот... Надо делать... Причем... Пространственную... Это вот... Я в плоскости сделал... А... Желательно... Это все сделать... В пространстве... Вот так вот... То есть... Такой... Типа... Бутончика... Ну... Посмотрите... На древние сооружения... Но... Там... Правда... Не металл... Там... Изолятор... Но... Я потом вам объясню... Принцип... Почему так делается... Но... Именно делается... Ажурные... Фрактальные... Так называемые... Фрактальные... Это не совсем так... Но... Вот... Как по природе идет... Вот... Те же листья... Заостренным... Концом... На который... Поступает... Энергия... Как я уже... Тоже... Рассказывал... Именно... Энергия... Поступает... На лист... И уже... Распределяется... Вот... По живому... Организму... По этим... Так называемым... Капиллярам... Вот... В листике... От корешка... Идет... Всякие... Соки... Жидкость... И вот... Эта жидкость... Соки... Она должна... Преобразоваться... И зарядиться... Энергетически... А тут... Приходит... Энергия... На этот... Лист... И... Происходит... Определенный... Соответственно... Защитой... Защитные... Функции... Ну... Много чего... Происходит... И... Вот... Когда вы... Принимаете... Энергию... Вот... Так вот... Именно... Надо... Делать... Обычно... Они должны быть... Заостренными... Это... Меньше чем... 90 градусов... То есть... Там... 50... 40... 30 градусов... Вот... Это... Должно быть... Должно быть... Заострение... И... Достаточно... Чтобы... Много... Было... И... Желательно... Чтобы... Оно... Как максимально... Именно... Собирало... Из... Пространства... Оно... Было... Распределено... По-разному... А... Вот... Это... Как я... Сказал... Что... Это... Простейший... Пример... Как... Это... Простейшем... Случае... Это... Пойдет... Но... Когда... Надо... Делать... Вот... Так... Вот... Примерно... Такая... Система... И... Здесь... Желательно... Все-таки... Не... Так... Как я... Сделал... Ну... Захотелось... Мне... Так... Сделать... А... Если... Вы... Еще... Сделать... Такую... Раздвижную... Конструкцию... Которая... Что-то... Такое... Это... Было... Еще... Но... Главное... Что... Не надо... Заморачиваться... С... Металом... Примерно... Должно быть... Одно... К... Одному... А... Если... Пространстве... Там... Еще... Меньше... Должно быть... Вот... Плоскости... И... Площади... Хоть... Небольшие... Но... Площади... Которым... Приходит... Энергия... Но... Не... Слишком... Много... Вот... Такое... Соотношение... Я уже... Вам и по посохам... Говорил... Тоже... И по жертвам... Что... Должно быть... Но... В передающей системе... Там... Примерно... Один к двум... То... Ширина ленты... И между... Витками... Примерно... Соотношение... Один к одному... Вообще... Примерно... Опять же... Там... Многих факторов... Надо... Еще... Предусматривать... Но... Это... Все... Примерные... Вещи... Вот... Теперь... Пока... Все... Всем... Счастливо... До свидания... Счастливо... Твое... По сути... Сер Thous節... Соотношение... Да... Алекс... Ужимая... Считай... Нифиг.... Сейчас... Выви... Выви... Эхожек... Продолжение следует...